мир вам мужи и братья мы продолжаем наши занятия по книге к истинному православию автор игнатий технич лапкин который он собирал эту книгу около 40 лет во всех оригиналах православное учение по многим параметрам что говорит слово божие что говорят святые отцы что говорит говорят каноны церковные и житья святых и вот здесь самая выдержка по всем вопросам которые интересуют и должны интересовать людей которые ищут спасение своей души для чад православной церкви о покаянии глава настала екклезиас 3 5 время собирать камни время покаяния за разрушение за убийство за вселенскую ложь время покаяния о покаянии говорят и пишут и ставят кинокартины но если эти разговоры не приводят к богу то для чего и разговоры эти каяться нужно в первую очередь перед богом что забыли бога отреклись ходить по его святым заповедям что избрали лживых учителей ласкающих слух тех учителей мучителей нет уже их лозунги сотлели построен ими капища рухнули ложь обнаружилась и обнаружилась пустота воистину если вырвать из сознания людей евангелие то на месте его будет взять смертельная рана которую не прикроешь никаким никакими энциклопедиями трубу трудов материалистов в чем же нужно каяться и перед кем как понимать слово покаяние чтобы правильно совершить его очиститься успокоить совесть и начать жизнь новой жизни слово покаяние приводит человека к богу как блудного сына в дом отца напротив покаяние всегда стоит обвинение другого и самооправдание если нет правильного божественного покаяния тогда 7 злейших демонов заполняет все существо страну и землю своим товаром обвинением царя церкви священство родителей начальство друг друга эта трагедия произошла не только с россией этот было уже и в раю согрешившему адаму в раю приходит бог ожидая покаяние нашего праотца согрешивший адам сокрылся между деревьями рая за теориями дарвинизма за софизмами за философиями бог задается грешившему вопрос где ты то есть куда ты скрылся от лица моего и на этом первом допросе род человеческий дает ответ каким потом семь с половиной тысяч лет пользовались и будут еще пользоваться все потомки самооправдывающие себя самооправдание тут же влечет и обвинение другого в своем грехе жена которую ты мне дал она дано мне от дерева и я ел то есть адам сразу обвинил жену виновата жена а если смотреть в корень говорит адам то виноват и создатели этой спутницы то есть когда мы обвиняем другого мы обвиняем именно бога потому что именно он нам дал этого спутника этого человека эту страну этого царя первый урок окончен допрошенная ева она ни слова не говорит о горе о горе сотворенном ею но винит во всем демона свидетели не вызываются и виновные от своих трактовых преступления не отказываются пять тысяч пятьсот восемь лет от адама до рождества христова звучали призывы к покаянию покаянию перед богом 1 ездра 10 глава 11 стих и так покайтесь всем перед богом отцов ваших и исполните волю его и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных в полный рост голос призыв к покаянию созвучал из уст иоанна крестителя пока ибо приблизилась царствие небесное матфей 3 2 без признания своей вины человек не может и покаяться чтобы человек понял кто он в чем виноват и в чем ему нужно каяться нужна проповедь разъяснение уснувшей совести людей того кем они могли быть и должны и кем стали человек творение божие живет не сам по себе что хочу то и творю но жизнь дана творца который сотворил все и за каждый в жизни мгновение за каждый потерянный час за мысли слова и движения ответы потребуют с нас христос не раз говорил что он пришел спасти призвать к покаянию неправедников но грешников евангелие от луки 5 глава 32 стих мы это читаем и апостолы пошли в мир возвещая покаяние перед богом деяние 20 глава 21 стих рецепт остался тот же самый для нас что же нам делать ныне впадшим в глубину бед и пороков преступности и развала крушение надежд и полыхающей злобы деяние 2 глава 38 стих покайтесь и да крестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа необходимо искренне покаяться и сделать поворот поворотиться обратиться от злых дел к делам достойно покаяния откровение 2 5 господь говорит итак вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься что мыслили святые отцы православной церкви о покаянии цитата начало покаяние осуждение грехов осуди и ты свои грехи этого достаточно для господа к твоему оправданию потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них ты согрешил войди в церковь покайся здесь врачебница они судилище здесь не истизуют но дают прощение грехов бог никогда не отвергает искреннего раскаяния но хотя бы кто и дошел до самой крайней порочности а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели чтобы привести все в прежнее состояние потому что покаяние ценится не по продолжению времени но по-душевному расположению так для неневитян не было нужды во многих днях чтобы загладить грех свой но краткого дневного срока было достаточно для заглаживания беззаконии и разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай но во столько времени смы все грехи всей своей жизни сколько употребляется его на произнесение одного слова получил еще прежде апостолов награду православие бог показал как он прощает грехи согрешили некогда неневитяне и сделали тоже что и вы теперь делаете но посмотрим что же спасло неневитян на язвы свои они возложили пост и строгий пост лежание на земле и одежда из вретища пепел и слезы вместе с этим переменили и образ жизни посмотрим же какое из перечисленных лекарств врачевала их что же это за лекарство и увидел бог дела их что они обратились от злого пути своего и пожалел бог о бедствии о котором сказал что наведет на них и навел книга пророка иона 310 не сказал видел пост в ретище пепел я говорю это не с тем чтобы отвергать пост нет а для того чтобы убедить вас делать то что лучше поста воздерживаться от всякого зла ну и как вы наверное уже догадались это слова святителя иоанна златоуста это не значит что пост надо отвергать нет в посту и происходит покаяние но пост это есть инструмент без этого инструмента и невозможно достигнуть покаяние но это инструмент для изменения своих дел для принесения плодов покаяния и далее златоуст пишет и блудница приступившая ко христу и краткое мгновение времени смысла себя смыла себя весь позор и когда иудеи негодовали что христос допустил допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость то он заградил ему ста а ее отпустил простив ей все грехи и приняв ее усердие почему так потому что она приступила с теплым расположением с пламенную душою и горячую веру и коснулась святых и священных ног его распустив волосы проливая из очей потоки слез и возливая мира на это на покаяние не нужно много дней и годов а нужно только благо расположение и все исполнится в один день отстань от зла полюби добродетель прекрати порочную жизнь и обещай больше не не поступать так этого достаточно будет для твоего оправдания я свидетельствую и уверяю что если каждый из нас грешников отстав от прежних грехов даст искренний обет богу не повторять их то бог ничего больше не требует для оправдания согрешил ты войди в церковь и заглазь свой грех поплачь о грехе своем если плач петра загладил столь великий грех отречение от креста то как тебе не загладить греха если будешь плакать отречь от своего господа было преступлением немалое немалым но великим и весьма важная и однако же слезы загладили грех плачет и грехе своем человек и любивый господь от тебя хочет не больше труда а сам даст великое а тебе ожидает повода чтобы дать тебе сокровище спасения предложи слезы а он даст тебе прощение принеси покаяние а он дарует тебе отпущение грехов и уан златоус том 2 страница 328 том 1 страница 89 том 10 страница 371 том 1 страница 542 том 2 страница 328 как всеведущий бог и без покаяния нашего еще прежде сотворение начальник пылинок вселенной знал о каждой нашей мысли словом и деле если у людей вслед за признанием вины часто следует и наказание то у бога следует полное прощение премудрость соломона 11 глава 24 стих ты всех милуешь потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния и как бы далеко человек не ушел на тропе заблуждений премудрия соломон 12 10 19 он всегда дает место и время покаянию в грехах пока я неудобно в любое время но наиболее удобное есть то когда слышишь читаешь эти слова когда бог касается этого его сердца то есть сейчас же прямо встань на молитву и покайся перед богом какой бы ты ни был скажи прости господи больше никогда не буду это делать и больше никогда к этому не приступай не откладывай на завтра человеку дан день только сегодня завтра человеку дан не дан день мы сегодня должны это сделать обратись не завтра на сегодня ныне когда услышите голос божий не ожесточите сердец ваших евреям 3 глава 7 по 8 стих есть люди сожженные в совести своей они услышат и не поймут и не поверят ибо совести тот участок души через который слышится голос божий за грехи народа бог всегда любя наказывал тех кто предуставлен был к жизни вечной и сколько претерпел наш русский народ за последние столетия серахов 48 16 и при всем всем том народ не покаялся 3 ездра 9 глава 11 стих возгнушались законом моим не разумели его но призрели когда еще имели свободу и когда еще отверстие было и место для покаяния посему пока еще отверстие дверь покаяния пока еще есть время пока живы поспешим обратимся покаемся за грехи свои за грех царе убийство чтобы загладить грехи и так покайтесь и обратитесь чтобы загладить грехи ваши деяния 3 19 и так оставляя время времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться деяния 17 глава 30 стих святые отцы ефрем сирин пишет пока не пришла смерть пока не заключены двери не отнята возможность войти пока не напал на вселенную ужас пока не померк свет проси грешник милосердию господа если ты грешник будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой умолять господа он оставит тебе беззаконие твои и зальются на тебя щедроты его потому что жаждет и желает он твоего обращения слушайте и содрогнитесь хотя море благости исполнено щедрот но если человек не принесет покаяние он не получит милости в день суда все все рожденные могут достичь покаяния поэтому кто не может раскаиваться тому лучше бы было и не родиться о как велика сила покаяния она умилостивляет бога уже изрекшего приговор а а в исае пишет приносящее истинное покаяние не занимается уже осуждением близких они занимаются оплакиванием своих грехов кто оправдывает себя тот отчуждает себя от покаяния кто осуждает грешников тот изгоняет из себя покаяние исаак сирин покаяние рождается от веры в праведного воздоятеля и возбуждается страхом неминуемого суда божия и заслуженных мог грешник ужасается страшной участи уготованный не раскаян и решается обратиться от области сатанинской и богу отцу своему киприян карфагенский кто льстит согрешающему обласкивает его тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступлений а питает их но кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата тот содействует его спасению кого я люблю говорит господь тех обличаю и наказываю откровение 3 19 так надлежит и священнику божию не обманывать льстивыми утешениями но промышлять о спасительных лекарствах не искусен тот врач который слегка только ощупывает рану сохраняя заключенной внутри глубине яд он только увеличивает его силу надо вскрыть рану рассечь и очистив это гноя приложить к ней сильнейший пластырь пусть больной плачет пусть кричит пусть жалуется на нестерпимую боль он будет благодарен потом когда почувствует себя здоровым а не как сегодня это часто происходит человек пребывает во грехах а ты не хочешь его обидеть ты ему не говоришь об этом мы как видим киприян карфагенский говорит это не любовь как можно это наоборот располагает его по греху он убеждается что он все делает правильно если рядом с тобой есть близкие которые находятся во грехе и ты им никогда об этом не говоришь то они самим твоим видом то что ты ничто им не говоришь уже утверждается в своем грехе потому что они думают что но если бы я что-то плохое делал а он будучи христианином он бы наверное меня обличил и даже если он так не думает он так чувствует так устроенный так сатана ему внушает чтобы он и не думал о своем покаянии вот меня священник же ничего мне не сказал а много братьев у меня в этом в церкви мне же ничего не говорят что я там бритые не знаю не говорю не говорят потому что сами в этом грехе пребывают и потому что не радеют а любви человеку у большинства людей есть в два типа те которые считают что они безгрешны вообще есть те которые ой ну все мы грешны ой да мы вот грешны но как только то есть когда спрашивают о своей участи говоришь что участь вот неположительная сразу нет я в то не верю нет то есть покаяния у них нету то есть грешны грешны ха 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 вот все мы грешны покаяния нету никакого то есть когда человек грешит ему указывают что это нельзя так делать это грех нет вот никакого абсолютно покаяния то есть а ну ладно ну и что а есть другой тип людей которые вот считают что если они никого не убили не что-то не украли муж или 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 жене верны то все они безгрешны то есть как один священник писал он ехал на поезде и проводница ему нагрубила ну вот проводница нагрубил очень и потом уже в ходе разговора он ее спрашивает в церковь ходите да нет зачем я это у меня грехов нет он горит ну как это нет а горит ну вот нету он начал с десяти заповедей ну нет я мужу вот нет у меня и этот блуда нету никого не убила ничто не украла и он уже пошел с других грехов и горит если вы давайте 10 хотя бы я у вас найду то вы пойдете в церкви она ну давайте 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 и он как начал перечислять вот вы мне сейчас я не в укор вам говорю а вы мне нагрубили то есть и есть раздражитель си чревоугодие и зависть и злословие то есть очень много людей которые абсолютно не осведомлены то есть что такое грех на самом деле в полном его понимании осознания нету так же как у многих сектантов вот у меня родственники сектанты есть я от них никогда не слышал что мы грешные ну как бы вот в таком полном понимании что за грехи возьмите за крех смерть то есть я от них этого вообще не слышала у них любовь любовь вокруг любовь полного понимания здесь и за дальше десяти заповеди большинство сектантов они не идут ну да это не только у сектантов это у нас православных засыпает совесть у человека только что он сам видит он признает за грех а другое видеть не может поскольку не знает писание святую библию потому что как познается грех познается в сравнении законом божиим закон показывает божий заповеди божий показывают что мы согрешили а если человек не знает писания то он и не знает что согрешает и он и не понимает почему у него жизни туда идет но будем читать дальше иван златоус говорит никогда бог не отвергает искреннего раскаяния но если бы даже кто дошел до самой крайней порочности а потом решил опять возвратиться на путь добродетели и того принимает и приложает приближает к себе и делает все чтобы привести его прежнее и даже лучшее состояние сатана извратил естественный порядок греху он дал дерзость а покаянию стыд нет такого греха который не изглаживался не иглу изглаждался бы бы покаяния пока ты еще дышишь даже в последний день на самой постели даже при последнем издыхании оставляя поприще этой жизни и тогда покайся через грех дьявол низводит нас в гиену через покаяние христос вводит нас в царство небесное блудный сын представляет собой образ падших после крещения мы искуплены драгоценную кровью о чудо судья христос ведется на суд за осужденных покаяние имеет силу только на земле покаяние отверзает человеку небо вводит в рай побеждает дьявол грешен ты не отчаивайся каждый день согрешаешь каждый день приноси покаяние я всю жизнь провел во грехе если пока есть буду ли спасен конечно откуда это видно от человеколюбия господа твоего представь себе искру упавшую море может ли она сохранится ли оттуда снова появится что искра в отношении к море то и порог в отношении к человеколюбию божию ты еще и не тоже а гораздо менее а тихон задонский пишет истинное покаяние состоит в следующем мы должны оставить прежние грехи и ими как мерзостью гнушаться об этих грехах сожалеть просить милостью бога исповедоваться духовник духовнику и всячески беречься других грехов прощать ближнему согрешение чтобы нам самим бог оставил их проявлять любовь и милость ко всем чтобы самим получить милость блаженны милостивы ибо они помилованы будут смирять себя ибо смиряющий себя вознесется никого не осуждать ни на кого не клеветать молиться богу всегда чтобы не впасть в искушение покаяние невозможно без искреннего без покаяния невозможно без искоренения самолюбия от истинного богопознания происходит истинное покаяние кающийся должен исповедовать все грехи подробно и по одному исповедание должно быть смиренным благоговейным истинным с обвинением себя самого а не другого кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам которые исповедовал и исправить свою жизнь после исповеди пусть исполнит епитимью назначенную духовника за грехи печать этой тайны духовник должен в себе хранить грехи услышаны на исповеди и не открывать их никому и ни в коем случае тихон задонский афеофан затронет творник говорит а то что а то что польза если без чувств со скукой или рассеянием будем стоять на службах досадуя что долго тянутся время свободно от службы будем проводить в полусне и бездействий затем холодно проговорим на духу грешен про грехи о которых спросят не имея помышления о том что главной нашей целью должно быть совершенное совершенное исправление жизни что пользы это значило бы исполнить обычай говение а не говеть во спасении игнатий бренчанинов от того окончательно гибнут христиане вечной смертью что во время земной жизни занимаются одним нарушением обета в крещении от того что не удостаивают ни малейшего внимания слово божие возвещающие им о покаянии покаяние должно сопутствовать вере во христа предшествовать крещению во христа а после крещения она исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во христа и крестившегося во христа воспоминание смерти дар божий говорят отцы страшно не признать себя грешником от не признающего себя грешником отрекается иисус ибо я пришел призвать неправедников говорит он но грешников покаяние матфея 9 13 дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей очищение помыслов непрестанной молитвы и терпение встречающихся скорбей покаяние возможно только при точном хотя бы и простом знании православной веры христианской господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни в эту последнюю минуту еще отверстия двери милосердия божия всякому стучащему в них только один из грехов самоубийство не подлежит врачеванию покаяния четны бесплодны часто вредны для души и самые возвышенные подвиги когда они не растворены чувством покаяния я усвоился богу святым крещением на таинстве крещения зиждется таинство покаяния покаянием возвращается усвоение богу только после посредства покаяния можно приватить принять евангелие и усвоиться евангелию и на тебе бренчунина следующие слова принадлежат дмитрию ростовскому кто бежал из темницы тот не пожалеет не пожелает видеть ее в другой раз кто избавился из плена тот молился чтобы никогда не попадать плее этим сильно-то слова и перем сезину покаяние состоит в том чтобы не возвратится к прежним грехам не возвращаться дмитрию ростовских покаяние состоит в том чтобы уже не делать впредь и иван золотоу сточную покаяние состоит только чтобы уже не делать впредь того же а кто принимается за прежние дела худые тот, по пословице, бьёшь шерсть над огнём и черпает воду решетом. 2 Петра 2.20 Если избегший скверн мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им познать, не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди, но с ними случается по верной пословице, пёс возвращается на блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. Дмитрий Ростовский Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззакониям и с такой надеждой, согрешил и покаялся, ещё согрешу, ещё покаюсь, ибо говорится, «Сколько раз падёшь, столько раз и восстанье спасёшься!» «О, ложная надежда!» «О, туманное упование, основанное не на твёрдом камне, но на песке!» «Не тебе, не тебе, возвращающемуся к прежнему злодеянию добровольно и нарочно, не тебе служит это речение, сколько раз падёшь, столько восстанье спасёшься, но тем, которые случайно впадают в какой-либо грех, а не по нарочитому изволению и намерению!» «Тебе же нужно слышать громоглазно церковного учителя святителя Иоанна Златоуста, вопиящий так!» «Не достоин прощения тот, кто по причащении снова грешит!» «Не недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова оскверняет себя!» Сирахова, 26 глава, 26 стих «Кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч!» И грешник, который согрешает, он всё время в этом страхе пребывает, любой человек это знает, ты согрешил, человек прелюбодействовал, выпивает и он всегда в страхе, у него какой-то страх постоянный, в мучениях, он боится, а может кто-то его убьёт или что-то обнаружит, что-то раскроется из его жизни, когда же человек приносит покаяние, то он не боится раскрытия даже самых страшных грехов его жизни. Если и такое произойдёт и раскроется, он скажет «Господи, да будет твоя воля, я заслужил то, что должен!» Пусть сейчас раскроется, тем более оно будет раскрыто и на страшном суде для всех. Ничего, то есть покаяние так и определяется, что человек, когда его даже укоряют, он не будет на это раздражаться. А если и правду про него скажет, то он возрадуется, что «Господь дал ему пожечь его грех», то есть пожёг за счёт вот этой стыда, которую он должен испытать при людях. Бывают такие люди, которые были такие случаи, что женщин, я уж имена не помню, но службы определённые компроматные имели на одну женщину, а она стала христианкой, покаялась. И они её этим стращали и говорили «А мы сейчас расскажем чем-то». И она говорила «Расскажите, пусть все увидят, в чём меня Господь простил». И вот такое же у нас должно быть отношение к тем грехам, которые мы совершали, будучи неверующими, будучи не христианами или христианами, но в падении, чтобы явилась слава Божия, в чём Иисус меня простил. И так это и будет на страшном суде открыто всё, перед всеми будет всё открыто. То есть все грехи всех людей, все родственники увидят, чем ты согрешил, и ты увидишь, чем они. Но вот как говорил Головин, тебе будет не до чужих грехов. И те, кто приняли жертву Иисуса Христа, уверовали в Него. И будет показано, что как Господь явил свою славу, как Он взял этот грех на Себя. И все прославят Бога. Амбросий Медиаланский говорит, кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грех свой слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими делами, чтобы ему не вменился грех. То есть показать достойные плоды покаяния. «Что приносишь покаяние в блуде?» Это говорит Ефрем Сирин. «Берегись смеха, шуток, сквернословия, чревугодия. Это к пути к блуду. Приносишь покаяние в лукавстве? Избегай раздражительности, ненависти, зависти, противоречий, робости и всякой низости. Приносишь покаяние в том, что поссорился? Приучи язык твой отвечать кротко. Приносишь покаяние в безрассудстве? Не только уклоняйся от зрелищ, но и во всяком месте удаляй от себя смех и всякую мирскую забаву. Ибо подобные этому вещи принуждают возвращаться к прежнему. Если видишь кающегося и снова согрешающего, значит, он не изменился. Признак приносящего твердое покаяние – образ жизни собранной и суровой, отсутствие превозношения, а также очи и ум, всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу, желанию по благодати Христовой стать новым человеком. Иоанн Кассиан пишет, «Доказательством, что они, грехи, прощены нам, служит то, если из наших сердец истреблено и расположение к ним». То есть, какое доказательство того, что грехи прощены? А то, что тебя больше не тянет на этот грех. Ты свободно с ним управляешься. То есть, ты уже не раб его этого греха. Господь освободил тебя. Иоанн 2, 12. «И ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании. Раздирайтесь сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосердь, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии». Антоний Великий. «Помышления свои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти твою душу». Пимен Великий. «Не открывай совести твоей тому, кому не расположено сердце твое». Ефрем Сирин. «Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди. Стыдись лучше грешить, чем исповедоваться. Размысли. Если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там, перед всей вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? «На деле мы отважны и бесстыдны, а когда должны исповедоваться, тогда стыдимся и медлим». Да, как дьявол все перевернул. «На деле мы должны стыдиться именно греха, а исповедь, в которой мы знаем, что Господь прощает наши грехи, мы должны на нее, наоборот, бежать с радостью, что Господь нам такое дал. А мы же, наоборот, стыдимся исповеди». А так быть не должно. Это переворот от дьявола. Вы должны это точно знать. Иван Златоуст. «Когда согрешишь, не выжидай обличения от другого, но прежде чем будешь обличенным обвинем, сам осуждай свои поступки, потому что, если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения». Признание в грехах весьма способствует их исправлению. Отрицание греха после совершения его становится техчайшим из грехов. Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души, избегать его и никогда уже не возвращаться к нему. Если Ирей, священник, получил власть отпускать грехи, совершенные против Бога, то гораздо скорее он может отпустить и изгладить грехи, совершенные против человека. Если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабителей открыть свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они очень охотно приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Но Бог и отпускает грехи и не заставляет высказывать их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам получающий отпущение познал величие дара. Ты познай величие дара, что Господь просто не перед всеми даже, просто на исповеди, перед Богом, за свидетельство священника просто сказать, назвать свой грех, сказать, согрешил я перед тобой, Господи, и назвать. И познать этот дар, что Господь прощает, когда ты его познал, для этого, только ради этого дара он уже прощает грехи, ради милости своей и любви, ради себя самого. Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, приткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаялись, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если мы это сделаем, он обещает нам, скорее, скорое помилование. Иван Златоуст. Федор студит. Не скритничай на исповеди, чтобы не остаться неисцеленным. «Если ходишь, чтобы Бог даровал тебе слезы сокрушения и бесстрастия, непрестанно приводи себе напавить в свой гроб». Ефрем Сирин. Сирахов говорит, 7 глава, 39 стих. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Откровение 3.2. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Откровение 2.5. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвигну светильник твой, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Василий Великий говорит, кающиеся должны горько плакать и завершать от всего сердца и все остальное же свойственное покаяние. Покаяние требует, чтобы человек сперва возопил в себе и сокрушил свое сердце, потом стал добрым примером для других, а для этого сделал себя слышимым и объявил образ покаяния». Иоанн Златоуст. «Плач и стенай, когда согрешишь, не о том, что будешь наказан, так как это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который же, кроток, так любит тебя, так заботится о твоем спасении, что и сына предал за тебя. Вот о чем плач и стенай, и делай это непрестанно, потому что в этом и состоит исповедание». Иоанн Златоуст. На этом сегодня мы закончим наше занятие «Что говорили святые отцы». Следующее занятие у нас будет по канонам церковным. Как? То есть, если ты кающийся, приносишь покаяние, что тебе надлежит делать, что должен делать священник в таком случае? Мы должны это твердо знать. Поэтому на следующее занятие тоже не пропускайте. Мы продолжим. «Нет такого греха, Бог бы который не мог простить. И хулой на Духа Святого святые отцы называют именно беспокаянность». То есть, человек не хочет каяться, и в это и есть хулана Святого Духа. И такой человек не может быть прощен. Что-то еще сказать есть? Так, ничего нету. Можно еще, конечно, добавить, когда вот молодежь особенно говорит, что… Ну, а сейчас зачем каяться? Зачем сейчас в церковь ходить, в храм, на службу? Вот старость будет на пенсии, когда буду, если дадут, то тогда и пойду в церковь. Тогда и буду каяться, и буду в церковь ходить. Вот. Что на самом деле, как по Евангелию четко написано, «Безумный в ту же ночь изму души у тебя». То есть, молодежь, то есть, абсолютно сейчас думают, что они бессмертны. То есть, я знаю, это у меня двоюродный брат, 25 лет ему было. В 25 лет неожиданно просто умер. Умер в смертных грехах, и просто тут вариантов никаких. То есть, уже знаешь уже, что по Библии участь, к сожалению, вот далеко не самая лучшая. То есть, не надо думать, что мы все бессмертные, все мы смертные. И самое главное, внезапно смертные, как этот мастер и Маргарита. Волан сказал. Да. То есть, поэтому в этом плане надо очень к себе внимательно с юности относиться. Я благодарю. И это только не только молодежи, конечно, касается и взрослых людей, и даже стариков. Человек, чем дальше откладывает свое покаяние и обращение, чем он больше становится бесчувственным к нему. И говорят, ну вот я в старости буду ходить в церковь. Нет, в старости уже с тобой такого не будет. Ты можешь и будешь ходить в церковь, ставить свечи, как многое. Но евангельский путь ты уже не познаешь. Христа ты не узнаешь. Если ты здесь так лукаво отвечаешь, что потом это сделаю, потом. Потом не наступит. Бог не даст покаяние. Потому что и покаяние, оно приходит от Бога. Оно дается Богом. И если ты хочешь его обмануть, а это обман соответственно, то, естественно, Бога не обманешь. И ты не доживешь. Или, если доживешь, не будешь способен к покаянию. А ведь насколько жизнь, когда Господь простил тебе грехи, насколько жизнь становится легче на душе? Насколько радостней? Ведь для чего человека тянет выпить, покурить, куда-то сходить с друзьями, оторваться, в кинотеатр пойти, на какие-то фильмы? Почему? А потому что у него душа страдает. Он испытывает мучения, которые надо всегда чем-то заслонить, чем-то вколоть себе какой-то наркотик, какое-то временное отстранение от этого страдания души. И такой человек, как правило, заходя в церковь бывает, или это женщина, они плакать начинают, говорят, я сама не знаю, почему я плачу. А это у нее плачет душа по потерянному раю. И никто некому выразуметь проповедующего нет, сказать слово Божие, что Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. То есть бремя Христово легко, ты только возьми его и понеси. Вся будет жизнь другая. Говорится, будьте святы, ибо я свят. Господь не иначе нам дал заповедь, кроме как быть святым во всем. Какой бы ты ни был, какие бы грехи ты ни совершил. Если ты христианин православный уже лет 20-30, и ты покайся в том, что ты много чего не знал, не читал Священное Писание, не благовествовал, не говорил проповеди, не заботился о участи ближнего, молчал. Сегодня священники не принимают мое исповеди, не спрашивают, рассказывали ли ты другим о Христе. Хотя это вторая заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если ты сам себя ходишь в церковь и считаешь, что это нужно, и покаялся, то как о другом ты не расскажешь о Христе? Это не любовь, это ненависть. Поэтому никогда не поздно принести покаяние. И для этого существует Святая Книга Библии. И поэтому написано, вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. Ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть в себя и в учения, в себя и в учения открываешь Библию, и я поступаю так ли, как там написано? Нет. В конечном итоге, Бог нас будет судить по написанному в Библии. Евангелие от Иоанна 12, 48. Ему хвала, честь, слава и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok